В небольших сетях следить за доступом и безопасностью не составляет большого труда. Однако в территориально распределенных сетях корпоративного уровня следить за тем, кто и к чему имеет доступ, становится крайне затруднительно. На помощь приходит внешний ААА-сервер – устройство, позволяющее контролировать доступ к ресурсам сети и записывать производимые действия пользователей в едином месте. При использовании внешнего ААА-сервера все учетные данные пользователей, а также политики для каждой группы пользователей будут храниться не на самом роутере, а на внешнем ААА-сервере. Это единый контроль-центр учетных данных пользователей для всех сетевых технологий, которые требуют аутентификацию и авторизацию. Например, помимо учета Remote Access сотрудников, внешний ААА-сервер может контролировать доступ к сети посредством 802.1x протокола или производить контроль и записывать тех, кто подключается к оборудованию Cisco по SSH в целях администрирования. Иными словами, ААА-сервер значительно упрощает процессы, связанные с представлением тех или иных прав доступа к тем или иным сетевым ресурсам. Больше нет необходимости прописывать каждого пользователя на каждом роутере. Теперь это можно сделать централизованно на ААА-сервере. Внешние ААА-сервера могут работать на трех основных протоколах – Radius, TaxPlus и Diameter. Diameter обычно используется мобильными операторами. TaxPlus является проприетарным Cisco протоколом и используется в их продукте Cisco Secure Access Control Center, Cisco Secure ACS, а также в продукте Cisco Identity Services Engine, он же Cisco ISE. Cisco ISE является дальнейшим развитием предшественника Cisco Secure ACS. Стоит отметить, что обе этих платформы поддерживают не только TaxPlus, но и Radius. Протокол Radius был разработан независимой группой и поэтому получил широкое распространение. Radius входит в состав в роли NPS на Windows сервере. Для реализации задачи по единому контролю учетных данных пользователей и доступа к сети посредством внешнего ААА-сервера мы можем выбрать три пути. Путь первый. На сервере развернуть Cisco Secure ACS или Cisco ISE, при этом использовать протокол TaxPlus или Radius. Cisco Secure ACS или Cisco ISE – это и есть то самое программное обеспечение, которое из обычного сервера сделает ААА-сервер. В этом программном обеспечении функционал не ограничивается одним лишь ААА-сервером, но в данном контексте дополнительные возможности нас не интересуют. Путь второй. Поставить сторонний TaxPlus сервер. Путь третий. Развернуть роль NPS на Windows сервере и использовать протокол Radius. NPS – Network Policy Server – это опять же программное обеспечение, которое сделает из обычного сервера сервер ААА. Третий путь является более универсальным и широко распространенным. Он не привязывает нас к конкретным продуктам Cisco и не привязывает к какой-либо другой узко специализированной и редко используемой программе. Поэтому для реализации задуманного мы выбрали NPS на Windows сервере. В интернете вы можете найти бесчисленное количество инструкций по интеграции Cisco Secure ACS с FlexVPN. А вот инструкции по интеграции FlexVPN с Windows NPS сервером практически полностью отсутствуют. Этот модуль уникален тем, что кроме нас более никто так подробно и наглядно не освещал тему интеграции Cisco устройств с Radius сервером, работающим на Windows. Протоколы Diameter, Radius и TACX Plus отличаются друг от друга внутренней организацией. Однако внешне работают по одному и тому же принципу. Так, например, Radius использует транспорт UDP, а Diameter и TACX Plus – TCP. Radius шифрует только пароль, передающийся в пакете, а TACX Plus шифрует весь пакет целиком. Архитектура Diameter может быть усложнена. В ней могут появляться прокси-агенты и агенты перенаправления. Однако все три протокола будут работать в одной и той же логике. На внешний AAA сервер отправляется запрос доступа, от которого приходит ответ – разрешить или запретить доступ? Рассмотрим взаимодействие на примере протокола Radius. Существует супликант, аутентификатор и сервер аутентификации. В нашей ситуации с супликантом выступает VPN клиент, аутентификатором выступает пограничный роутер предприятия, а AAA сервером аутентификации – Windows сервер. Супликант передает на аутентификатор, он же VPN терминирующее устройство, аутентификационные данные. В зависимости от протокола аутентификации, это может быть только сертификат клиента, только логин-пароль или сертификат плюс логин-пароль вместе. Если при аутентификации и авторизации в локальной базе данных роутер самостоятельно принимал решение о запрете или одобрении доступа для клиента и сам передавал политике авторизации клиенту, то теперь он выступает просто как посредник или ретранслятор. Он передает аутентификационные данные VPN клиента через себя к внешнему AAA серверу с помощью запроса, который называется Access Request. Внешний AAA сервер проверяет полученные аутентификационные данные. В случае положительного решения он отправляет на аутентификатор сообщение Access Accept, что переводится как «разрешить доступ». Внутри сообщения Access Accept содержатся AAA атрибуты, с помощью которых сервер объясняет аутентификатору, какими именно правами должен обладать клиент. В представленном на слайде примере, AAA сервер сообщает аутентификатору, что клиенту нужно выдать IP-адрес из пула с именем Managers, а список защищенных подсетей взять из аксес-листа номер 99. Получив разрешение на доступ к сети от AAA сервера, аутентификатор пересылает конфигурационные параметры на VPN клиент. В случае, если внешний AAA сервер принял отрицательное решение, то он запрещает аутентификатору предоставлять доступ к VPN клиенту, отправляя сообщение Access Reject. Настало время развернуть NPS сервер. Подключаемся к серверу и в диспетчере серверов выбираем добавить роли и компоненты. Установка ролей и компонентов. Здесь выбираем службы политики сети и доступа. Все остальное оставляем по умолчанию. Установка была выполнена. Появилась новая роль – NAP. Довольно странно, вроде бы устанавливали NPS, а установился NAP. Получить доступ к NPS можно через средства сервер политики сети. Итак, NPS – Network Policy Server – это и есть тот самый AAA сервер, который работает с использованием протокола RADIUS. То есть, NPS – это сам сервер, а RADIUS является рабочим инструментом этого сервера. Вместо штатного NPS существует возможность развернуть любой другой AAA сервер, будь то Cisco Secure ACS, Cisco ISE, а также RADIUS и TACAX Plus – сервера сторонних разработчиков. NAP – Network Access Protection, он же сервер политики работоспособности, отвечает за технологию сетевого карантина и работает в связке с протоколом 802.1X. При подключении к сети NAP проверяет, установлен ли антивирус у пользователя, выполнено ли обновление операционной системы, работает ли на клиенте сетевой экран. И только после прохождения всех проверок NAP разрешает полный доступ к сети. Если у пользователя что-то не в порядке, например, не выполнено обновление операционной системы, пользователь будет находиться в сетевом карантине, в специальном VLAN, из которого доступ присутствует только к ограниченному количеству ресурсов корпоративной сети. Технология сетевого карантина призвана защитить сеть от заражения вредоносными программами. Наиболее часто применяется в сценариях, когда внутренний пользователь предприятия подключается к сети либо физическим проводом, как со скоммутатору, либо по Wi-Fi. Хорошая новость заключается в том, что данный механизм будет детально изучаться нами в модуле по безопасности. Мы собственноручно будем реализовывать систему сетевого карантина в нашей корпоративной сети. В настоящий момент нас интересует NPS, он же AAA сервер, который будет отвечать за аутентификацию, авторизацию, ремонт, аксесс и VPN клиентов. Ранее на EdgeRouter у нас были политики авторизации, с которыми мы успели плотно поработать. Теперь же все эти политики будут перенесены сюда, на NPS сервер. Эти политики конфигурируются вот в этих разделах. Но прежде чем мы приступим к конфигурации политик, необходимо настроить AAA сервер на взаимодействии с роутером. Для этого требуется создать Radius клиента. Radius клиентом будет EdgeRouter. Обращаться на AAA сервер он будет из-под своего loopback адреса 50 0 7 1. Radius клиенты – новый документ. Задаем имя клиента. Задаем IP адрес Radius клиента. Устанавливаем пароль. Данный пароль должен будет предоставить EdgeRouter для начала взаимодействия с этим AAA сервером. Пароль я придумал заранее. Он будет вот таким. На следующем шаге требуется создать пользователей в Active Directory. Active Directory – это каталог или по-другому список пользователей, с которыми вплотную взаимодействует NPS. Клиенты, которым в дальнейшем будет разрешено подключение по VPN, создаются именно в Active Directory. А политики, которые определяют, какие именно сетевые привилегии будут доступны пользователям, создаются уже непосредственно в NPS. Помимо пользователей Active Directory, хранит списки компьютеров или других физических ресурсов. Открываем диспетчер серверов и переходим к пользователям и компьютерам Active Directory. Чтобы этот пункт в меню стал доступен, роль сервера должна быть возвышена до уровня контроллера домена. Мы делали это в первом модуле второй части. Выделяем лес и нажимаем на кнопку создания нового подразделения в текущем контейнере. Подразделение будет называться FlexVPN. Обратить внимание на чекбокс «Защитить контейнер от случайного удаления». Если попытаться удалить это подразделение, то сделать этого не получится, так как подразделение защищено от удаления. Чтобы снять защиту от удаления, следует выбрать вид, дополнительные компоненты, нажать правой кнопкой мыши на подразделение и выбрать свойства. Перейти на вкладку «Объект» и снять этот чекбокс. Тогда появится возможность удалить подразделение. Внутри подразделения создаем пользователя с именем «Бухалтерс». Имя входа пользователя должно быть «Бухалтерс». И никак по-другому. Делайте именно так. На следующем окне следует установить пароль «ЦИСКО». Именно «ЦИСКО» и никакой другой. Чек должен стоять напротив. Срок действия пароля не ограничен. Остальные чеки сняты. Нажимаем «Далее». Готовы и получаем ошибку о том, что пароль не соответствует требованиям политики безопасности Windows. Пароль слишком простой и в целях безопасности Windows предлагает усложнить его. Мы не можем усложнить пароль. Он должен быть именно таким и никаким другим. Поэтому потребуется изменить политику безопасности Windows. Для этого выполняем команду «gpmc.msc». И попадаем в окно управления групповой политикой. Правой кнопкой мыши нажимаем на «Default Domain Policy». Затем на «Изменить». Открывается редактор групповых политик. Выбираем конфигурацию компьютера. Политики. Конфигурация Windows. Параметры безопасности. Политики учетных записей. Политика паролей. Минимальная длина пароля. Ставим три символа. Пароль должен отвечать требованиям сложности. Отключаем. Для того, чтобы изменения вступили в силу, требуется открыть командную строку от имени администратора и ввести команду «gp-update-force». GP в начале команды – это сокращение от «group policy». Новая политика паролей вступила в силу. Окно «Создание пользователя» все еще ждет нас. Ранее закончить конфигурацию было невозможно. Теперь же мы беспрепятственно создаем пользователя. Вызываем окно «Предактирование пользователя» и, нажав по пользователю два раза, переходим на вкладку «Входящие звонки». Право доступа к сети. Разрешить доступ. Создаем еще одного пользователя. Второй пользователь должен называться «Managers» и никак иначе. Пароль «Cisco» и никакой другой. Для второго пользователя также переводим «RadioBox» на «Разрешить доступ». После создания пользователей переходим к созданию политик авторизации. Открываем окно «NPS» и правой кнопкой мыши нажимаем на «Политики запросов на подключение». Новый документ. Задаем произвольное имя политики. Желательно, чтобы имя политики отражало группу пользователей, для которой эта политика создается. Добавляю условия срабатывания данной политики. Данные политика будут срабатывать, если будет подключаться пользователь с именем «Бухалтерс». Если будет подключаться пользователь с именем «Бухалтерс», создаваемая нами в настоящий момент политика будет срабатывать. Здесь ставим чек напротив «Перепределить параметры проверки подлинности на уровне сети». Ставим чек напротив «Проверка открытым текстом ПАП». Система сообщает, что выбран небезопасный метод проверки подлинности. Отказываемся от вывода справки, нажимая «Нет». И здесь мы задаем ААА-атрибуты, на основании которых «Бухалтерам» будут назначаться те или иные сетевые привилегии. Ранее на EdgeRouter мы использовали политику авторизации, куда подключали пул и аксесс-лист. Теперь названия пула и аксесс-листа будут передаваться посредством ААА-атрибутов. От Radius сервера на EdgeRouter, а EdgeRouter будет подключать тот или иной аксесс-лист и пул непосредственно для пользователя. Как видно, по списку существует множество ААА-атрибутов для различных вендоров. Нас интересует СИСКО. После выбора поставщика атрибутов нажимаем «Добавить». В этом окне задаем значение атрибута. Первый атрибут будет указывать EdgeRouterPool, который следует применить для клиентов, входящих в группу бухалтеров. Пул указывается следующим образом. IPsec iddr pool равно. После знака «равно» следует указать имя пула. Давайте посмотрим, какие пулы IP-адресов созданы на EdgeRouter. Пул для бухалтеров называется FlexPoolBухalters. Его и указываю. Добавляем еще один атрибут. На этот раз он будет указывать EdgeRouter, аксесс-лист, сплит-туннелирование, которое следует применить для клиентов, входящих в группу бухалтеров. Проще говоря, этот атрибут будет указывать EdgeRouter доступ к каким сетям выдавать бухалтерам. Делается это через указание аксесс-листа. IPsec rootset равно. Аксесс-лист и имя листа. Для бухалтеров у нас создан аксесс-лист, сплит-бухалтерс. Следует понимать, что и пулы, и аксесс-лист для сплит-туннелирования должны быть созданы на роутере. ААА сервер посредством атрибутов лишь указывает EdgeRouter, какой именно пул или аксесс-лист применять для того или иного пользователя. Тем не менее, посредством атрибутов все же можно передавать конкретные маршруты без указания на аксесс-лист, созданный на роутере. Указываю имя аксесс-листа. Нами было создано два атрибута. Атрибуты эти называются Cisco AVPair. В NPS они автоматом записываются одной строкой и перечисляются через запятую. Политика была создана. Проверяем состояние. Она должна быть включена. Другие Cisco атрибуты для RADIUS сервера предоставлены в этом PDF-документе. На 10-й странице. Ссылка на данный документ присутствует в конце книги команды Cisco. Вот атрибут, который был нами использован для подключения пула. А вот, например, атрибуты, позволяющие задать адреса DNS и WINS серверов. Вот атрибут, посредством которого мы подключили аксесс-лист сплит-туннелирования. Через атрибуты можно устанавливать всевозможные параметры. Для редактирования политики следует вызвать ее окно двойным нажатием. Я скопирую созданные нами атрибуты в отдельный файл. Они понадобятся для второй политики. Создаем вторую политику методом копирования. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на имя политики и выбираем повторяющаяся политика. Переходим к ее редактированию и меняем имя. Называться она будет FlexVPN Managers. Меняем условия срабатывания политики. Политика будет срабатывать, если подключение будет осуществлять пользователь из группы менеджеров. Меняем также атрибуты Cisco AVPair. Меняем пул, ведь менеджерам должны выдаваться адреса уже из другого диапазона. Пул для менеджеров называется вот так. Список маршрутов менеджерам выдается тоже другой. Аксесс-лист для них имеет вот такое имя. Обратите внимание, что скопированная политика находится в выключенном состоянии. Чтобы ее включить, необходимо нажать по ней правой кнопкой мыши и выбрать задействовать. Теперь почти все в порядке. Я не сделал только одно маленькое действие, без которого осуществить VPN-подключение будет невозможно. Это позволит нам изучить Troubleshooting NPS. Конфигурация Radius-сервера завершена. Переходим к конфигурации роутера, аутентификатора. Открываем раздел «Групповая авторизация на Radius» методом RSA Signature, книги команды Cisco. На первом шаге подготовки роутера настраивается взаимодействие с Radius-сервером. Создаем Radius-сервер с именем flexvpn-rad. Далее указывается адрес Windows-сервера, на котором работает NPS-служба. При этом указываются и порты. Порт для аутентификации и порт для аккаунтинга. Авторизация будет работать по тому же самому порту, по которому работает аутентификация. Аккаунтинг в настоящий момент не задействован. Мы задействуем его в восьмом уроке. Обратите внимание, что эти порты нужно открыть в BrandMauer и Windows-сервер, в случае если он у вас не отключен. Я временно отключил BrandMauer, чтобы ничего не мешало процессу настройки конфигурации сети. Напоминаю, что Radius использует UDP на транспортном уровне, поэтому открывать следует именно UDP-порты. Указываем пароль, который G-роутер будет предоставлять AAA-серверу для подключения. Этот пароль уже ожидает созданный нами ранее Radius-клиент в NPS-сервере. Radius-клиент также ожидает подключения клиента вот с таким адресом. Поэтому в настройках роутера мы указываем интерфейс источника, из-под которого роутер будет направлять запросы на Radius-сервер. В моем случае это интерфейс loopback 0. На следующем шаге создается группа серверов, который подключается только что созданный сервер. Далее из настроек AAA-модели удаляются листы аутентификации и авторизации, которые отправляли механизм FlexVPN искать учетные данные пользователей в локальной базе данных. И создается новый лист. Если раньше лист авторизации направлял механизм FlexVPN искать сведения о сетевых привилегиях в локальной базе данных, то теперь он направляет механизм FlexVPN искать сведения о сетевых привилегиях на Radius-сервере. В данном случае подключается Radius-группа, а наш конкретный Radius-сервер как раз и входит в эту группу. Настало время протестировать конфигурацию. Посмотрим на сертификаты компьютера. Присутствуют два сертификата – Дмитрий и Светланы. Воспользуемся Cisco AnyConnect. Открою профиль для просмотра настроек. Согласно настройкам будет использоваться сертификат Дмитрия. Дмитрий является менеджером. Осуществляю подключение. Подключение не установлено по причине ошибки аутентификации. Причин может быть масса – от отвалившегося TrustPoint и просроченных сертификатов, продолжая отсутствием связи между Edge-роутером и Radius-сервером, заканчивая неправильно настроенными политиками NPS. Это лишь 10% от всех возможных причин. Если был активирован механизм проверки CRL-файла, то причина могла быть в нем. Количество нюансов в теме Remote Access стремится к бесконечному количеству. На помощь как раз и приходит наш видеокурс, в котором мы стараемся учесть и показать все ошибки, которые могут возникнуть в процессе конфигурации. Для трабл-шутинга NPS вызываем окно «Просмотр событий» из диспетчера серверов. В окне «Просмотр событий» нас интересуют журналы Windows. Безопасность. Здесь отображается множество различных событий. Нас интересует категория задачи «Сервер сетевых политик». Видно, что событий имеют статус «Аудит отказа». Это значит, что сервер сетевых политик отклонил запрос пользователя на подключение. Простыми словами, Radius Server подключиться пользователю к VPN не разрешил. Кстати, если здесь отображается аудит успеха или аудит отказа, значит, этот же роутер настроен корректно, и дело дошло до отправки запроса на Radius Server. Проблема заключается именно в настройках самого Radius Server. Если бы здесь не было никаких сведений от сервера, сетевых политик, то значит, что что-то не в порядке с Edge роутером. Возможны проблемы на первой фазе Ike. Проблемы с сертификатами, неправильная настройка профиля или отсутствие связи с Radius Server. Посмотрим и выясним, что же стало причиной отказа. Пользователь пытался применить способ проверки подлинности, не включенный в соответствующие сетевые политики. Ну что же, давайте проверим. Открываю политику менеджеров, так как к VPN пытался подключиться именно менеджеру. Методы проверки подлинности. Здесь все в порядке. Выбран именно тот метод проверки подлинности, который и должен быть для RSA Signature. К сожалению, подобные пояснения службы просмотра событий не всегда помогают достоверно определить причину неисправности. Настоящая же причина заключается в нарушенном приоритете политик. Нужно сделать так, чтобы две вручную созданные политики стояли над дефолтной политикой. Осуществляем повторное подключение. Подключение успешно установлено. VPNTrend получил два маршрута. А это значит, что менеджерам выдался правильный аксесс-лист сплит-туннелирования. Посмотрим аудит журнала безопасности на Windows сервере. Для этого выполним обновление, нажав F5. Теперь сервер сетевых политик возвращает аудит успеха. А это значит, что все работает корректно. В расшифровке аудита показывается имя пользователя. В Active Directory нами был создан пользователь с именем Managers. Именно пользователь с именем Managers осуществил взаимодействие с этой NPS политикой. Поэтому в расшифровке аудита показывается именно он. Показывается также, какая именно политика сработала. Чуть ниже есть еще одно сведение о подключении. Фактически это копия первого сведения. Посмотрим прохождение пакетов. Для этого выполню снифинг трафика на интерфейсе Gigabit Ethernet 0.2. У меня активирован только один коммутатор ядра, поэтому трафик от жоутера до Radius сервера пойдет только по этой трассе. Вы можете выполнить снифинг трафика ближе к Radius серверу. Отключаюсь. В профиле поменяю критерии выбора сертификата таким образом, чтобы вместо сертификата Дмитрия AnyConnect выбирал сертификат Светланы. Это позволит увидеть, как на Radius сервере сработает другая политика – политика бухгалтеров. Подключаюсь. Бухгалтерам выдается доступ только к одному IP-адресу. Проверю, так ли это. Да, действительно, текущий пользователь имеет доступ только к корпоративному серверу. Согласно Wireshark, после инициации подключения со стороны удаленного VPN клиента от жоутера к Windows серверу был направлен access request с запросом доступа. Эдж роутер спрашивает у Radius сервера, могу ли я предоставить доступ к клиенту и, если могу, то какие сетевые привлегии мне предоставить клиенту. Внутри сообщения access request мы видим конкретные атрибуты, которые эдж роутер передает на Radius сервер. Очевидно, что атрибуты передаются не только для того, чтобы назначить соответствующий пул или аксесс-лист, а вообще весь обмен какой-либо информации осуществляется при помощи атрибутов. Одним из атрибутов, который эдж роутер передает на Radius сервер, является username с значением bookhalters. Это результат работы избирателя. Избиратель извлек слово bookhalters из сертификата клиента и теперь передает его на Radius сервер. Во втором атрибуте эдж роутер передает пароль пользователя. Для RSA signature он всегда Cisco. Указывается также IP адрес клиента. Это IP NAT провайдера Tele2, к которому подключен ноутбук. В следующих двух атрибутах передается различная служебная информация. И в последнем атрибуте передается IP адрес аутентификатора эдж роутера. В ответ на motor Radius сервера с сообщением access-accept нас интересуют два нижних атрибута, в которых как раз и передается указание на имя пула и аксесс-листа, который следует использовать эдж роутеру. Radius сервер передает эти значения. Эдж роутер в своем running config находит этот пул и этот аксесс-лист, после чего присваивает клиенту IP адрес и соответствующие сетевые привилегии. Давайте разберемся, где здесь аутентификация, а где авторизация. Сама по себе аутентификация отражается в том, что сообщение имеет статус access-accept. Раз access-accept, значит пользователь с именем bohalters был найден в базе данных. То есть ответ на вопрос «Кто ты такой?» получен. Авторизация же выражается в срабатывании конкретной политики NPS и передаче вот этих атрибутов. Radius сообщает эдж роутер информацию о том, что именно имеет право делать клиент. При этом в настройках AAA модели на эдж роутере задействована только строка, отвечающая за авторизацию. В случае с RSA signature строка аутентификации не задействуется. На самом же деле аутентификация выполняется, просто в неявном виде. Она сокрыта внутри авторизации. По традиции отследим всю цепочку взаимодействия. В профиле AnyConnect написано, что использоваться будет тот сертификат, у которого в поле Common Name написано слово Светлана. В сертификате, в котором поле Common Name имеет значение Светлана, присутствует еще одно поле со значением bohalters. Это слово является ключевым во всей цепочке взаимодействия. AnyConnect отправляет этот сертификат на эдж роутер. На эдж роутере работает избиратель, который из полученного сертификата извлекает слово bohalters. Передает его в IQV2 профиль и подставляет его сюда. При этом IQV2 профиль обращается к листу авторизации с этим именем. А для этого листа написано, что обращаться нужно к Radius группе. В результате слово bohalters через всю эту цепочку отправляется на Radius сервер. Это слово мы видим здесь в запросе, идущем на Radius сервер. Некогда это слово было в поле Organization Unit – клиентского сертификата. Слово bohalters попадает на Windows сервер. Сервер просматривает каталог Active Directory и видит, что такой пользователь с именем bohalters существует. У сервера при этом есть политика, которая срабатывает, если подключается пользователь с именем bohalters. К этой политике прикреплены AAA-атрибуты. Они указывают роутеру, какой пул и access-list применить. От этих атрибутов зависит, какой IP-адрес и какие маршруты получит клиент. Эти атрибуты с помощью сообщения access-accept передаются на роутер. Вот они, два этих атрибута. Два этих атрибута попадают на роутер. Роутер находит указанные с помощью атрибута пул, и из этого пула выдает клиенту IP-адрес. Также роутер по приказу AAA сервера находит access-list и дает клиенту доступ вот к этому внутреннему сетевому ресурсу. Клиент от роутера получает все эти настройки. Ему на интерфейс присваивается IP-адрес, а также выдаются маршруты до тех или иных подсетей. Аналогичная цепочка событий произойдет, если будет использоваться сертификат Дмитрия. Только вместо слова bohalters будет использоваться слово managers, которое будет извлечено избирателем и дойдет до Windows сервера. На Windows сервере сработает вот этот пользователь. И так как пользователь сработает, сработает и политика менеджеров, которая посредством атрибутов передает совершенно другой пул и совершенно другой список маршрутов на роутер. Роутер найдет пул и список, после чего передаст на VPN клиент уже конкретный IP-адрес и конкретный список маршрутов. Сейчас сделано авторизации по группе, однако можно сделать авторизацию по пользователю. Для этого в избирателе следует сменить паттерн извлечения. Заменить DN Organization Unit на DN Common Name. Тогда на Radius сервер передаваться будет уже не слово managers, а слово Dmitry. На Radius сервере нужно будет сделать пользователя Dmitry и соответствующую политику для пользователя Dmitry. Тогда вся система будет работать не per group, как это происходит сейчас, а per user. Все зависит от ваших задач. Обратите внимание на эти политики авторизации. Эти политики авторизации больше не используются, так как теперь их роль берут на себя политики NPS сервера. Их можно удалить из Startup Config. Я же не буду их удалять, это позволит в случае необходимости вернуться обратно к аутентификации авторизации в локальной базе данных. Что касается подключений с использованием встроенного Windows VPN клиента, давайте посмотрим, какая политика была применена. Сработала политика для бухгалтеров. У бухгалтеров должен быть доступ только к одному IP-адресу. Проверим, есть ли доступ к этому адресу на самом деле. Да, в таблице маршрутизации присутствует маршрут до 123.20.25. Прошу заметить, что данный маршрут пришел на этот компьютер посредством ранее созданного DHCP сервера. В случае использования встроенного VPN клиента Windows, вот этот атрибут политики не применяется. Он передается, но не оказывает никакого влияния. Вместо него отрабатывает DHCP сервер. А вот в случае использования AnyConnect все происходит наоборот. DHCP сервер не применяется. Применяется этот атрибут. То есть все точно так же, как и в случае с локальными политиками авторизации. Только теперь политики авторизации перенесены на внешний ААА сервер. Мы также можем несколько усилить безопасность. Для этого следует открыть политику, перейти на вкладку условия и добавить еще одно условие IPv4 адрес клиента. Обратите внимание, что здесь присутствует еще одно очень схожее условие IPv4 адрес клиента доступа. Нам нужно условие с названием IPv4 адрес клиента. В поле укажем адрес EdgeRouter 50.07.1. Теперь политика будет срабатывать только в том случае, если совпадут сразу два условия. Во-первых, должен подключаться пользователь с именем Balthers. А во-вторых, запрос строго должен идти от Radius клиента с IP-адресом 50.07.1, то есть от EdgeRouter. Для второй политики добавляю аналогичные условия. Ну и последний момент на сегодня. Когда мы создавали пользователя в Active Directory, я говорил, что пароль должен быть Cisco и никакой другой. Все дело в том, что Cisco IOS имитирует подключение пользователя. То есть извлеченное из сертификата слово Balthers или Managers становится логином, а пароль вшит в операционную систему IOS и имеет значение Cisco. Поэтому в Active Directory мы сделали пользователей с паролем Cisco. Пользователь срабатывает, когда Cisco IOS предоставляет логин и пароль, совпадающий с базой Active Directory. Сегодня мы отлично с вами поработали и пришла пора передохнуть. Продолжим в следующем уроке, в котором изучим Extensible Authentication Protocol.